Александра Леонидовна Гусева, кафедра ЛОР, раннему имени Пирогова. И она нам расскажет дифференциальный диагноз головокружения. Пожалуйста. Здравствуйте, Павел Андреевич, здравствуйте, доктора. Очень рада быть на этом обществе. Сейчас я включу презентацию. Появилась презентация? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Если можно... Да, получилось, все нормально. Да, отлично. Я, несмотря на то, что я врач отариноларинголог и работаю на кафедре отариноларингологии имени академика Бориса Сергеевича Преображенского, моя специализация – это отоневрология. То есть в основном я смотрю пациентов с головокружением. И, конечно, основной мой прием – это пациенты, у которых жалобы есть на головокружение. Естественно, в структуре вашего приема – это всего лишь часть пациентов. Тем не менее, это одна из самых частых пяти жалоб, с которыми приходят пациенты. И головокружение – это не болезнь, это симптом. И симптом многих заболеваний. И чаще всего – заболевание внутреннего уха. Как это ни странно, потому что заболевание внутреннего уха – это заболевание доброкачественное. Они не ведут к смерти пациента, они ведут к снижению качества жизни. И, как вы можете наблюдать, эти пациенты с головокружением часто к вам ходят, они не умирают, они как бы много жалуются, у них много приемов. И залог, на самом деле, эффективного лечения головокружения – это правильная постановка диагноза. Сейчас у нас настолько стала точная диагностика, то есть у нас есть методы оценки вестибулярной системы, периферической части, но они очень дорогостоящие и мало где представлены. Ну и исходя из того, что вы терапевты, вы, естественно, не будете делать даже как бы неврологический осмотр особенно, то мой доклад будет в основном как бы сосредоточен на жалобах, то есть на правильном опросе, потому что половина диагноза – это сбор анамнеза и жалоб. Вот посмотрите статистика, это мюнхенская статистика. В принципе, она примерно такая же у всех. Так, впервые на первое место вышло функциональное головокружение, то есть это такой тип головокружения, он не психогенный, и психотерапевты его не лечат, они находят у этих пациентов каких-то расстройств личности. Тем не менее, вот есть такое нарушение во всей вестибулярной системе, когда если по отдельности мы смотрим каждый как бы рецептор, внутренний ухо, мужичок, проприоцепция, все работает, а вот такое чувство дискомфорта остается. Это, конечно, диагноз исключения, такой пациент, естественно, дойдет до невролога, который ему исключит внутреннее ухо. Но так или иначе, посмотрите на втором месте по чистоте каждый пятый пациент у невролога. Среди всех, кто жалуется на головокружение, это доброкачественное, броксизмально-аппозиционное головокружение, поэтому о нем поговори в первую очередь. Вестибулярная мигрень, посмотрите, опередила болезнь Миньера, возможно, вы в первый раз слышите такое заболевание вестибулярной мигрень, я поэтому о нем скажу, есть у нас вестибулярный нейронит, вот как бы вот об этих заболеваниях, самых частых, я, наверное, успею поговорить 30 минут. Если у вас будут какие-то же вопросы, то, безусловно, задавайте, мы обсудим, мне обо всем я успею поговорить. Итак, как диагностировать головокружение? Вот раньше у нас был такой алгоритм, который прописан во всех монографиях. Вот если это вращательное головокружение, то это внутреннее ухо, если не вращательное, то это вот ЦНС. Ну, и получается таким образом, что все, кто к вам приходит, это ЦНС, потому что если уж они к вам пришли, вошли в дверь, не упали и не промахнулись мимо стула, то как бы вращательное головокружение у них не может быть, у них не может быть в момент амбулаторного обращения, не стагма, что вызывает вращательное головокружение. Эти пациенты в основном пациенты приемных отделений. И много какие заболевания периодической системы дают не вращательное головокружение, потому что они так текут. Поэтому эта тактика, которая была предложена в 80-х годах прошлого века, не дала эффекта ни в одной стране, никто не смог дифференцировать глагужение, остались те же проблемы. Поэтому вот наша организация, которая объединяет от неврологов всего мира, общества брони, предлагает другой алгоритм, он достаточно эффективный, и по нему, в общем-то, все работают от неврологи, и предлагается работать всем специалистам любого профиля. Это синдромальная диагностика, то есть по синдромам и вестибулярным синдромам, то есть по тому, как кружится у пациента голова. Либо это острый вестибулярный синдром, либо это эпизодический или приступообразный, либо хронический вестибулярный синдром. Это вот как бы основной уровень сейчас, который нам доступен для диагностики, и, собственно говоря, все остальное познание, вот механизмов. Если по-честному, то механизмы ни одного заболевания на 100% нашего вестибулярного не установлены до сих пор, и в этом-то, в общем-то, многие проблемы лечения. Ну и остановимся подробно на вот остром эпизодическом, мало скажу о хроническом, не успею. Но так или иначе, острый синдром – это когда у вас пациент остро обратился с головокружением, обычно это скорая помощь, его привозят в больницу, он ложится в реанимацию, в кардиологию, в неврологию, потом, значит, его обследуют, ему делают много обследований, делают МРТ, КТ, не находят очаг ишемический, ставят ему диагноз либо дисциплинаторная энцефалопатия, либо транзиторно-ошемическая атака, либо синдром вертобробазилярной артерии, и как бы отпускают его, а симптомы остаются. И вот он к вам с этим диагнозом, с чистым МРТ, то есть с отсутствием инсульта, приходит на прием и жалуется неустойчивость. Но если у него нет антита, то 99% что это вестибулярный нейронит. И о нем мы поговорим, то есть это все пациенты, у которых неподтвержден инсульт. Вестибулярного нейронита очень много, вот как бы характерная, анамнез – это такой госпитализация, острый приступ, который длится-длится, постепенно стихает, но до конца не проходит. Второй синдром – это эпизодический, то есть приступы. Вам пациент говорит, что у него есть приступы головокружения, когда ему совсем плохо, и есть светлые промежутки, когда, в общем-то, симптомы практически проходят, он справляется со своей работой, в общем-то, возвращается к своей поседневной активности. Эти приступы могут длиться разное время, начиная от минут, часов, дней, и как бы вот дифференциальный диагноз этих приступов мы с вами тоже обсудим. Ну и хронический вестибулярный синдром, когда пациент испытывает головокружение каждый день, больше или меньше, вечером больше, утро меньше. Иногда он вам рассказывает, с чем связано усиление симптоматики, иногда он не может понять, иногда он только сидит, у него нету симптоматики, ходит у него больше симптоматики и так далее. Итак, значит, первое, что вы спрашиваете, это вот как течет заболевание. Это острый симптом, острый возник и постепенно снижается, но никак не приходит в норму. Эпизодически это приступы, хронически, как правило, пациент может быть когда-то что-то может вспомнить, что было началом, но сейчас это уже течет давно, и вот каждый день он что-то испытывает, больше или меньше симптомов. Вторая часть вашего сбора анамнеза, когда вы определились, как течет, в общем-то это несколько вопросов. Когда началось, это приступы или это постоянное ощущение, вот как бы как вы обращались по поводу этого головокружения за медицинской помощью. Второй вопрос это, что по-вашему провоцирует головокружение, когда оно усиливается. И отдельно нужно задать каждому пациенту, который с головокружением, вопрос, что происходит, когда он изменяет положение головы. Вот в обычном осмотре это вопрос, когда вы ложитесь в кровать, встаетесь в кровати, поворачиваетесь сбоку на бок в кровати, усиливая целое головокружение. Ну, могут быть специфические триггеры, это стресс, недосыпание, вот у меня головокружение больше, когда я не посплю и так далее, когда я волнуюсь, у меня оно усиливается. И третий вопрос анамнеза, это сопутствующие симптомы. Головокружение плюс что? То есть, когда у вас кружится голова, или даже в межприступный период, снижается ли у вас слух на одно ухо? Это очень важный вопрос, потому что болезни Миньера не так уж и мало. 10% всех, кто обращается за головокружением, миллион человек в Европе, это не такое, чтобы прям совсем редкое заболевание. Итак, есть ли у вас шум или снижение слуха с одной стороны? Второй вопрос, есть ли у вас головная боль? Как у вас болит голова? По сути, есть ли у вас мигрень? Это мы больше говорим о тех случаях головокружения, когда никогда есть конкретный фактор, после чего возникла голокружение, например, травма. Ну, дальше идет клиническое обследование, это больше удел неврологов, фотоневрологов, ну и дополнительные инструментальные методы, которых на самом деле есть достаточно, и как бы при правильном исследовании они нам позволяют очень много сказать, по сути, о каждом рецепте. Так, острый вестибулярный синдром, триггеры. Если есть триггеры, тут обычно никаких проблем нету, травма головы, ищем перелом височной кости, который прошел через внутренний слуховый проход, через лабиринт сам, и это, естественно, тогда отсутствие слуха с этой стороны, или значительное его снижение. Бара травма, то же самое, ныряние, громкий звук, взрыв, и тоже это все сопровождается, естественно, травмируется весь лабиринт со слухом. Иногда ощущение доки дает хвостовая травма, и генез не всегда понятен, вот такое травмирование мышц шеи. Отравление препаратами медицинскими, так как бы и не медицинскими. Ну и, конечно, как бы лабиринтит, это осложнение острого или хронического среднего отита, но тут, как правило, вопросов нет. У пациента гноетечение, боли в ухе, и когда у такого пациента кружится голова, проблем с диагнозом нет. Самые сложные проблемы, это когда головокружение спонтанное. Человек проснулся, у него все крутится перед глазами, начинается тошнота, рвота, вегетативная симптоматика. Человек сидел на лекции, сидел в ресторане, сидел за компьютером, работал, неважно, что делал, начинается голокружение, которое достигает максимума за несколько часов, за полдня, и пациент уже вынужден, как бы пугается, вызывает, естественно, скорую помощь. И когда есть у нас с вами какие-то факторы других центральных нарушений, каких-то признаки центральных нарушений, мы, естественно, подозреваем инсульт, потому что вертебробазилярный бассейн кровоснабжает не только, естественно, внутреннюю уху, но и кучу разных других центров важных. Мы смотрим на симметрию лица, на чувствительность, на подвижность конечностей. Но, опять же, из-за очень большой индивидуальности мужичковых артерий, в первую очередь, которые кровоснабжают как периферию, так и центр, может быть изолированное голокружение при инсульте. Это называется псевдонейронит. То есть очень похоже на нейронит, но не он. И вторая причина такого острого приступа это вестибулярный нейронит. Это такое заболевание с предположительной идеологией. Считается, что это по типу паралича Белла происходит активация вируса простого герпеса в вестибулярном только ганглии, не в коленчатом ганглии, а в вестибулярном. И прекращается импульсация от внутреннего уха, тока вестибулярная. И человек, как самолет с одним крылом, вначале начинает крутиться, а потом наступает центральная компенсация, после которой голокружение в покое прекращается, но сохраняется при движении, потому что отсутствует один гироскоп. Вот когда вы слышите такую историю от пациента, что был острый приступ, и пациент, как правило, не минует госпитализации и проходит достаточно хорошее исследование, но во всяком случае в Москве, и такому пациенту с сохраняющимися симптомами делают естественное МРТ, не находят никаких признаков инсульта и не находят никаких других центральных знаков, то это, в общем-то, на 99% вестибулярный нейронит. Вот вестибулярный нейронит в острый свой период, когда наиболее выраженные вегетативные симптомы лечатся вестибулярными супрессантами, один из которых артливерцин резин с демингидранатом, назначается он по стандартной схеме одна таблетка три раза в день, и как только прекращается вот такая выраженная вегетативная симптоматика, пациенту дается вестибулярная реабилитация. Глюкокортикостероиды уместны только в период первой недели, это пульс-терапия, а все остальное это подбор упражнений. И эти упражнения, которые даются вот таким пациентам, они все дискомфортны, они все вызывают неприятные ощущения у пациента, они сочетают повороты движения глаз и головы, то есть такую тренировку вестибулярной системы, вернее даже мужичка, который компенсирует эту сниженную функцию с одной стороны и поворачивает глаза вместо внутреннего уха. И пациенты часто, когда я им даю эти упражнения, говорят, доктор, вы, наверное, ошиблись, от этих упражнений мне хуже. Да, те упражнения, которые доставляют дискомфорт, те и есть хорошие, те, которые не доставляют дискомфорт, те как бы нужно убрать из программы. Поэтому мы подбираем упражнения, которые доставляют дискомфорт, подбираем их длительность, чтобы пациент не истощался, поэтому одному пациенту будет быстрый прогресс, увеличение сложности упражнения, другому будет помедленнее, но, естественно, мы обязательно коррегируем тревогу, депрессию этих пациентов, потому что иначе как бы не будет хорошего эффекта. Регулярно эти пациенты упражняются в начале 3 раза в день, по 15, по 10 минут, и постепенно переходя к более сложным упражнениям, когда мы не только поворачиваем голову, но еще пациент, например, ходит с поворотами головы. Итак, переходим к эпизодическому вестибулярному синдрому. Пациент вам говорит, что у меня приступы, я иногда, в общем-то, если я, например, сижу или хожу, у меня вообще все отлично, но только стоит мне лечь, у меня начинается головокружение, или у меня возникают приступы, я не знаю, с чем они связаны, и длятся они часами, и потом проходит, и на следующий день я могу вот пойти играть в футбол, или разгрузить машину песка, или иду как ни в чем на работу, как ни в чем не бывало. И это, конечно, вот такое описание, особенно если пациент вам говорит, что уже было 5 приступов, то есть достаточно много, больше трех, то это сигнал того, что головокружение доброкачественное, и, безусловно, скорее всего, связано с внутренним ухом. Опасные причины приступа головокружения, это, естественно, транзиторная ишемическая атака, но их не может быть много, ну, максимум 2, скажем так, и мы поговорим, когда стоит ее заподозрить, это всегда предположительный диагноз, вот общество Бараниев так вывернулось, и как бы в гайдлайне пишется, что вы можете точно поставить те у пациента, то есть те, как причину головокружения у пациента, если у него после этого приступа в течение месяца случился доказанный на МРТ инсульт. Ну, и как бы не буду я говорить о кардиогенных причинах, это все-таки не моя ипостасть, но я думаю, что вы всегда это заподозрите, если вам пациент говорит, что головокружение сопровождается потерей сознания, оно не может быть никогда доброкачественным, и вот я, как вот аневролог, когда слышу вот такие эпизоды затемнения сознания, предсинкопальные состояния, я в первую очередь отправляю кардиологу на холтер, и только потом, если кардиолог мне пишет, что абсолютно точно ничего нету, мы с пациентом разбираем остальные причины. Итак, первое, король вообще головокружения, то, о чем нужно думать всегда, оно может быть с любым головокружением, оно может быть с Паркинсоном и ДППГ, Миньер и ДППГ, вестибулярные нейрониты ДППГ, то есть очень часто со всем чем угодно ассоциируется, и встречается вообще как бы очень часто, и как раз в пожилой такой возрастной группе. С чем связано? Вот механическое такое нарушение рецептора, когда камушки отолиты 8 микрометра, 8 тысячных миллиметра, такие кристаллы карбоната кальция попадают из одной части лабиринта в другую, в ту, которая чувствует поворот, это называется ампулярный рецептор, и этот ампулярный рецептор начинает реагировать на то, что отолиты под силой тяжести после совершенного движения движутся и, соответственно, стимулируют рецептор. То есть пациент сделал движение, а потом отолиты начали двигаться, и идет как будто бы еще информация в мозг, что вы, пациент, еще и еще все двигается, двигается, соответственно, меняется тонус. Вот посмотрите, это тренер пожилой сборной баскетбола какого-то штата, вот он всего лишь, если вы посмотрите, сделал такой резкий гневный, гневный поворот головы туда, вверх-вниз, и вот как бы получил приступ, он человек опытный, у него 16 лет до ППГ, поэтому он быстренько садится на попу. Не каждый пожилой пациент, встав с кровати, сделав несколько шагов, потому что часто есть латентный период, успевает сгруппироваться и правильно как бы приземлиться, поэтому до ППГ одна из самых частых причин падения и травматизации в пожилом и старческом возрасте. Сама по себе заболевание безопасно, но вот те осложнения, которые несут травму, получаемую в результате до ППГ, опасны. Итак, самая характерная черта – это приступ голокружения при укладывании, больше даже, чем при вставании, при поворотах головы. Причесываясь, закружилась голова, наклонилась покормить кота, закружилась голова, пытаясь повесить что-то за навески или что-то взять чашку с верхней полки, закружилась голова. Чаще женщины, чаще после 50 лет, есть как бы ассоциация, считается, что за нарушением фосфорно-кальциевого обмена, пациенты часто спят полусидя, говорят, что не могут лечь на один бок, днем участие симптомы проходит, пока не ходит, а остается неустойчивость. То, что чаще всего это после 50, это не значит, что не может случиться 20-30. Это заболевание склонно к рецидивам, то есть эпизоды этим могут повторяться, оно может излечиваться само, но, как правило, это занимает месяц, хотя при правильной постановке диагноза и назначении маневров это может происходить мгновенно. Вот мы как это диагностируем, я вам покажу, это провокационный тест, мы пациенты укладываем в пробу дикс-халпайк, по сути, просто укладываем с поворотом головы, чуть-чуть запрокинув голову, и получаем вот такой нестагм, то есть получаем приступ, мы видим нестагм, пациент жалуется на приступ, и это является достоверным подтверждением диагноза ДППГ. Как лечить? Лечится это репозиционными маневрами, их очень много, они разные эффективности, в зависимости от того, в какой канал попали атолиты. Но вот то, что, наверное, вам надо знать, это упражнение Брандаров, очень простые упражнения, поворачиваем голову в одну сторону на 45 градусов, падаем на другой бок, ждем, когда ощущение закончится, и встаем быстренько. То есть это тоже упражнение делается через головокружение, пациент при этом испытывает приступы, оно не очень эффективное, бывает упражнение эффективнее, но оно простое, за счет частых повторов, три подхода по нескольку раз, до пяти раз можно давать повтор, если пациент терпит, за счет этих частых повторов, атолиты закатываются на место. Медикаментозное лечение ДППГ ограничено, тем не менее, если пациент чувствует дискомфорт, выраженный, что мешает ему делать упражнение, тошноту, то мы даем вестибулярные супрессанты, отличный вариант, опять же, Шарли Верт, трижды в день, и дается это на время выполнения маневра, чтобы пациент делал маневры, и до тех пор, пока головокружение не пройдет. И второй вариант медикаментозного лечения, это витамин Д, спорное предложение, которое очень дискутируется сейчас во всем мире, половина экспертов считает, что отлично назначать, это уменьшает приступы, уменьшает рецидивы, половина считает, что нет. Тем не менее, в основном все назначают, потому что помощных эффектов нет, а даже если это помогает 10%, учитывая, сколько этих пациентов у нас, это супер. Болезнь Миньера. Уже давно известное заболевание, все согласились, основная, опять же, все равно теория, это гидропс лабиринта, отек внутри уха, в том месте, где лежат рецепторы, эндолифатический гидропс. Ну и, соответственно, теория предполагает, что рвутся мембраны во внутреннем ухе, такой микроразрыв. Пока этот разрыв есть, ионы выпадают туда, куда не надо калия, это вызывает сначала раздражение, потом длительное торможение рецептора, и вот в это длительное торможение возникает асимметрия между ушами, возникает приступ, который сопровождается нестагмом, как вы увидите у этой женщины, ну и потом этот микроразрыв зарастает, поэтому приступ не может длиться меньше получаса, но и не больше 12 часов. Во время этого приступа пациент, как правило, лежит, у него не может ходить, у него сильно кружится голова, потому что у него нестагма. Как правило, это выраженные вегетативные реакции, если пациент не двигается и замрет, он его тошнит, но не рвет, но если ему нужно что-то подвигаться, то асимметрия увеличивается, возникает рвота. Важный диагностический признак, то, что при этом возникает снижение слуха и шум в ухе. Поэтому пациентов всех спрашивайте, есть ли у них нарушение слуха с одной стороны, возникает ли у них шум, и для болезни Миньера вот эти вот слуховые изменения флюктуируют, то есть они изменяются, то шум больше, то шум меньше, то слух лучше, то слух хуже. И вот как бы действительно это заболевание не так редко встречается, поэтому безусловно оно к вам может прийти. Думайте об этом, помните об этом. Это заболевание, несмотря на то, что оно очень неприятное, очень сильное головокружение, очень страшное для пациентов. Тем не менее, приступ всегда сам проходит, это мы объясняем пациентам. В это время мы можем использовать, опять же, швестибулярные супрессанты. Если пациент чувствует приход приступа, бывает так, что за 2 часа закладывает ухо, можно начать принимать орлиберт, но он не так быстро действует, как бы, как вот, например, если возникла рвота, уже используются внутримышечные препараты. Бывает, что 2 часа, бывает, что 5 минут, если произошла рвота, то, конечно, препарат не подействовал. Ну, а так, лечение, это в первую очередь, вот, объяснение течения заболевания, потому что это снимает, очень снимает тот стресс, который пациент испытывает, думая, что он умрет после каждого приступа. Это модификация образа жизни, а точнее его оздоровления, и самое важное в этом соблюдении гипосолевой диеты, значительное ограничение соли до 1,5-2 грамм соли в день, и из медикаментозной терапии, это бетагистины, диуретики, и в случае, когда бетагистины неэффективны, или пациенты есть сопутствующая головная боль во время приступов, эффективнее может оказаться препарат, содержащий цинорезин, и в этом случае назначаем орливерт по одной таблетке 3 раза в день. У 80-90% пациентов лечение консервативное оказывается эффективным, это не значит, что они излечиваются, это значит, что приступы значительно урежаются, и пациенты довольны этим, и вот у меньшей гораздо доли пациентов мы используем другие инвазивные методы, вплоть до операции на лимфатическом мешке, или разрушая, по сути, ухо. Ну, несколько слов хотела сказать о механизме действия орливерта, это уже, как говорила, комбинация двух веществ, цинорезина 20 мг и деменгидроната 40 мг. Один из них, цинорезин, мы его давно уже применяется, но в основном он позиционируется как препарат, улучшающий там кровоток во внутренней мухе, в головном мозге, тем не менее, в случае головокружения гораздо для нас важнее его действия на волосковую клетку, как блокаторы кальциевых каналов, и при этом уменьшается поступление кальция в эту клетку, которое, собственно, импульсирует, которое дает активность вестибулярного нерва, которое передает это на вестибулярные ядра, вызывает эту самую асимметрию, нестагму, все последующие вестибулярные реакции. И вот это уменьшение поступления цинорезина, оно для нас самое важное, и вот этот эффект противоголокружения, который используется как при болезни Миньера, так и особенно при вестибулярном мигрене, о котором мы с вами поговорим. Ну и эндимингидронат, хорошо известный препарат центрального действия, который действует на уровне ствола, он проникает через гематоэнцефалический барьер и уже как бы центрально блокирует активность вестибулярных ядер. Ну вот, посмотрите, эффективность Орли Верта сопоставима с эффективностью всем нам хорошо известного бетагистина, и, в общем-то, мы можем получать хороший эффект, и даже лучший эффект, если у пациента есть сопутствующая головная боль, которая, как правило, усиливает течение всех периферических вестибулярных расстройств, вот добавляет такой мигренозный компонент. Так, вестибулярная мигрень. Я думаю, что все вы хорошо знаете мигрень, и, ну, на самом деле мигрень плохо диагностируют, и часто приходится вам быть первыми, кто ставит пациенту этот диагноз, потому что пациент мигренью страдает, как правило, с юности, с молодого возраста, и он уже знает, что эти приступы, как бы хоть они и ничем не подкреплены, нет никакой, в общем-то, органической природы, он их не боится, но в какой-то момент вместо этих приступов или вместе с этими приступами головной боли мигренозной может возникнуть головоклооружение. Вот посмотрите клинические критерии вестибулярной мигрени. Это больше пяти эпизодов вестибулярных симптомов. Это самое такое у нас не очень понятное заболевание, потому что для болезни Миньера у нас есть показатели снижения слуха, а для вестибулярной мигрени у нас критерии только клинические. Итак, пациент вам должен жаловаться на приступ головокружения, любой, как и он понимает. Это не обязательно вращательный приступ, это может быть ощущение дискомфорта, что плохо он ходит, что у него нечеткое зрение, что у него выраженный дискомфорт при поворотах головы. Это в любые вестибулярные симптомы, нарушение баланса или головокружения. Больше пяти эпизодов. При этом есть мигрень. Либо были раньше приступы, либо сейчас есть приступы с какой-то периодичностью. Сами приступы вестибулярных симптомов длятся как угодно долго, от пяти минут до трех дней. В половине приступов вот этого головокружения, этих вестибулярных симптомов у пациента есть либо мигренозная головная боль, либо визуальная аура, либо фотофонофобия. То есть, если нет головной боли, то вы можете спросить у пациента, хочет ли он во время этих приступов лечь, закрыть глаза, раздражают ли его звуки. Если это так и есть, то вы можете отнести этого пациента к вестибулярным мигреням по вот этим клиническим критериям, если он не подходит ни под другие какие-либо критерии. То есть, помните, у пациентов, у которых болит голова или раньше сильно болела голова, может происходить вот такое замещение или совместное протекание приступов головокружения и головной боли. И особенно часто в постменопаузу, когда головная боль, которая раньше сильно беспокоила пациентов, значительно урежается или пропадает совсем, и начинаются вот такие вот необъяснимые, потому что пациент обследован, у него всё хорошо, МРТ хороший, и холтер хороший, начинаются вот такие приступы головокружения. Мы не знаем, как лечить вестибулярную мигрень, пока мало очень исследований на эту тему. Ну, по сути, мы её лечим, как хроническую мигрень. Мы купируем это вестибулярными супрессантами, трептанами, пробуем, не всегда это эффективно. А профилактическое лечение включает те малые группы, которые исследованы, это бета-блокаторы, метапролол и пропронолол, которые профилактируют мигрень. Некоторые антиконвульсанты, а именно чаще всего этот оперомат используется из антидепрессантов, амитрептилин. И вот как бы не всегда пациент сразу согласен на такие психотропные препараты. Поэтому часто мы начинаем с блокаторов кальциевых каналов. У нас в стране представлен только цинорезин. И вот в данном случае это орливерт, цинорезин с демингидронатом. И вот стандартные дозировки, одна таблетка три раза в день. И надо сказать, что драмина тоже очень хорошо эти пациенты переносит, от них улучшение, потому что мигрень – это активный мозг, это такая вот центральная доброкачественная активация вестибулярных центров. И вот такое сочетанное воздействие как демингидроната, так и цинорезина дает очень хороший эффект. Транзиторная ишемическая атака. Посмотрите, изолированное голокружение без сопутствующих неврологических знаков встречается лишь в меньше, чем в одном проценте случаев всех инсультов в ветеробазилиарном бассейне. То есть это, по сути, очень редкая ситуация, когда у пациента нет ничего, кроме голокружения, есть инсульт. Тем не менее, вы посмотрите, 10-20% пациентов с уже подтвержденным инсультом в ветеробазилиарном бассейне и говорили, что перед тем, как у них возник инсульт, у них были приступы голокружения. Вот этот вот вопрос заставляет нас думать о генезе голокружения из-за те, у пациентов, у которых велик риск инсульта, есть факторы риска инсульта, у которых мы не можем увидеть или заподозрить другую патологию, которая может вести голокружение. То есть это всегда такая настороженность и часто как бы увлекаются гипердиагностикой. Что-то невролог, конечно, может точно посмотреть все в глаз двигательной реакции, сказать, что нет, ничего нет, или найти что-то и отмести вот эту вот гипотезу. Но помните, что если вам пациент говорит, что у него 5 приступов было, это не те, скорее всего, прям 99% это не те, ищите вестибулярную мигрень или болезнь Нигера. Так, вот такой вот триаж про приступы. Первое, что спрашиваете, есть ли провокационный фактор, что происходит, когда ложится, встает с постели, поворачивается в постели. Если есть голокружение, оно усиливается или появляется, это ДППГ. Спрашиваете, есть ли снижение слуха, шум на одно ухо. Если есть, думайте болезнь Нигера и прям по таким диагнозам посылайте к лорачу. Если есть головная боль, есть мигрень, спрашивайте, головная боль характерна ли для мигрени, это вот односторонняя локализация, средняя ли выраженная интенсивность, усиление приобычной физической нагрузке и пульсирующий характер. Два компонента из этих и один компонент, один критерий, либо тошноту рвота, либо фотофонофобия, то можете заподозрить мигрень и, соответственно, вестибулярную мигрень. Если этого нет, думайте об обмороке, о кардиогенных причинах, о панической атаке, то есть спрашивайте, что во время приступов тяжело дышать, дрожь в теле, это тоже бывает, хорошо ли спит пациента, может быть паническое расстройство, может генерализованное тревожное расстройство так проявляться, с такими паническими атаками, ну и гипогликемия тоже один из вариантов. Прохронический вестибулярный синдром. У меня нету как бы уже возможности об этом подробно рассказать, но я вам хотела бы сказать о полинеэропатии, потому что ко мне приходят пациенты, уж ко мне-то к лорачу, у которых головокружение исключительно из-за полинеэропатии. Да, чаще всего это пациенты с сахарным диабетом, но обратите внимание, 30-50% случаев это пациенты не с сахарным диабетом, без каких-либо вообще факторов, это идиопатическое полинеэропатия, и не всегда это сопровождается болевым синдромом полинеэропатии. И даже пациент ко мне приходит уже с установленным диагнозом, уже с электромиографией, но ему никто не объяснил, что то, что он не чувствует ноги, может быть изолированный фактором того, что у него кружится голова, когда он ходит. И обратите внимание, здесь головокружение только когда человек двигается, когда он ходит, когда усиливается, естественно, в темноте, когда нет контроля зрительного, усиливается, естественно, неровные поверхности, чувство проваливания при ходьбе. Естественно, эти пациенты в позе ромберга, закрытыми глазами, им не хватает хороших внутренних ушей, чтобы стоять, если нужно хотя бы два из трех, проприоцепция внутренней уши и зрения, что-то два должно остаться, если остается одно, то пациент падает. И очень чувствительный тест, это вибрационный тест на внутренний мышелок, ставить камертон зиделя рифеля, который вот с меточками, если у него меньше 4 баллов, то изолированное снижение проприоцепции меньше, чем на 4 балла с двух сторон, дает головокружение при ходьбе. И здесь пациенту, во-первых, вы лечите полинейропатию, насколько можете, хотя она плохо лечится, но в основном это объяснение образа жизни и объяснение методов профилактики падений. То есть важность вот этого вот, потому что сама по себе полинейропатия безопасна, как бы, в общем-то, но падения могут приводить к тяжелым осложнениям. Спасибо большое за внимание. Я выхожу. Если у вас будут вопросы, я буду рада ответить. Я думаю, что в чат можно писать вопросы. Так, есть уже вопросы. Да. Скажите, пожалуйста, может после предположительной реакции на медикамент, закончивший синхоп, и сохраняться головокружение в течение примерно 3 месяцев? МРТ головы было проведено. Исключила, конечно, до этого случая никогда не было головокружения. Может. Это, скорее всего, функциональное головокружение. То есть путь такого пациента к отоневрологу. Вы сделали, вот вы исключили центральное поражение. Отоневролог исключает поражение внутреннего уха. Смотрите вы про процепцию. Если этого ничего нет, вот это вот такая дезадаптация вестибулярной системы. Обычно после какого-то эпизода реального головокружения. Это может быть, кстати, самое частое ДПГ. ДПГ врач вылечил. А пациент приходит через неделю и говорит, Да, доктор, вот я когда ложусь, то у меня уже нет головокружения, но теперь у меня легкое головокружение, когда я хожу. То же самое с обмороком. Был обморок, было головокружение, и вот у пациента остается вот такая... Ну, это объясняется как бы вот именно дезадаптацией. Пациент себя чувствует, как вы ходите по льду. Вот он так ходит постоянно, это его истощает. Лечится это вестибулярной реабилитации, занятием, спортом. То есть вот такой пациент, ему вы рекомендуете вернуться в спорт, если он из-за того, что у него голокружение все прекратил делать. Рекомендуете ходить быстрее. Второе – это когнитивно-поведенческая психотерапия. И третье – это антидепрессанты. Группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Длительный прием с очень медленным тетрованием. Так, влияет лицинолизин на мозговой кровоток? Влияет, но как бы у нас... Я говорила про те типы голокружения, которые не связаны с мозговым кровотоком. Не говорила я про десаркуляторную энцефалопатию. Напомню, что единственное, что десаркуляторная энцефалопатия может быть проявлением голокружения только когда у пациента выражены уже когнитивные расстройства голокружения. Это там совершенно не первый симптом при этом. А если у вас бухгалтер, который там бегает на трех работах, у него кружится голова, это естественно десаркуляторная энцефалопатия. Все остальное спасибо, насколько я понимаю. Да. Ну, в общем-то, как бы основной мой посыл... Вот на самом деле больше половины голокружения – это ДППГ, вестибулярный нейронит, болезнь Миньера и вестибулярная мигрень. Но еще вот функциональное голокружение мы сегодня видели, как бы вопрос как раз был по функциональному голокружению. То есть оно впервые опередило ДППГ. То есть каждый пятый, кто ко мне приходит, это функциональное голокружение. А если приема долго ждать, например, месяц или два, то половина приема – это функциональное голокружение, потому что ДППГ может уже разрешиться само, или пациент находит своего доктора, а функциональное голокружение, оно не проходит, оно не ведет к смерти, оно может чуть-чуть прогрессировать, но тогда пациент из дома перестает выходить. Но он дождется своего врача. Скажите, пожалуйста, вообще ситуация с оппозиционным голокружением поменялась? В стране сейчас стали чаще выявлять? Ну, мое субъективное мнение, конечно, да, потому что я веду и мастер-классы, и неврологи. Ну, неврологи в основном огромный интерес, потому что это первый врач, который встречает ДППГ, потому что нету снижения слуха, и пациент приходит к неврологу. Ну, вот я сейчас пишу, закончила уже докторскую диссертацию, хотела включить туда данные о распространенности в городе Москве ДППГ. В общем, такого заболевания в городе Москве нет, есть еще немножко болезнь Виньера. И причина тому, что это всегда второй диагноз, и поэтому он не поступает в статистический отчет. То есть невролог, ставя диагноз, как правило, это вот он его встречает, он не получает по ОМС за него плату, и поэтому ставит он какой-то другой диагноз, чаще всего это ДППГ, и запятая ДППГ. Объясняет пациенту, что да, у него есть изменения на МРТ, но вот причина головокружения, у него вот такая, вот надо делать маневры, а в статистику это не попадает. Но я считаю, что не только лучше стало, но даже вот как бы в группе, в таком нашем сообществе, можно сказать, вот и неврологическом, есть сейчас и терапевты, которые в силу того, что у них нет вот и невролога в регионах, начали лечить пациентов с головокружением, в том числе репонировать его вот позиционное головокружение от ЛТС. Поэтому я вижу, что лучше все стало. Ну, у меня тоже такое есть ощущение, потому что лет 15 назад, когда мы начали эту тему поднимать в России, по-моему, не знал ее никто. Да-да, но это и так во всем мире. Сейчас даже пациенты на скорах говорят, что им врачи скорой помощи говорят, что, знаете, у вас вот там камушки, когда они ко мне приходят, например, мне вот врач скорой помощи сказал, что у меня там камушки, и нужен вот врач, который занимается внутренним ухом. Постоянно вокруг были больные, которые мучились, годами иногда мучились, и никто не ставил ни диагноз, ничего не делал, и когда все эти позиции делались, они говорили, чудо, чудо, доктор, это просто чудо. Вот, сейчас я про такое, честно говоря, перестал слышать. Все-таки, ну, я хочу сказать, что наша роль, наше общество в этой ситуации, она довольно большая, потому что много лет мы эту тему обсуждали, читали, говорили, выступали, но не я, естественно, я как модератор, вот, и вот она все-таки пошла, сломалась эта плотина. Да, да, я еще помню, пять лет назад, даже отоларингологи не все верили, что есть эти самые атолиты, и думали, что это все-таки вертобробазилярная такая недостаточность, синдром лучника такой, но сейчас уже как бы это вот преодолено значительно, прям стопроцентно, я бы сказал. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы смогли возвращаться к этой теме, она никуда не денет нас. Спасибо, до свидания.